Всем привет, с вами Батя, сейчас расскажу самые интересные новости недели Сегодня в выпуске Разоблачение на Мистера Биста Самый страшный фильм, ужасающий 3 Выпустит ограниченную серию Бэтмобиля Анонсировали третью часть Джо Манджи И вышел новый макбук с процессором М4 Вышло, ребята, очередное Разоблачение на Мистера Биста Самый популярный блогер, у него 320 миллионов подписчиков Первое разоблачение было от его сотрудника Он говорит, что там конкурсы были подстроены Мол, он не ночевал 7 дней на плоту А ездил потом в отель Ну, всякие такие варианты, где-то графику добавляли Ну, это папа, если без этого разоблачения в курсе был Автор первого разоблачения, Догпак44 Пошел к Розану Пансину И теперь они снимают новые варианты разоблачения Более подробные, детальные какие-то информации ищут И они, ребят, нарыли переписки В 2021-2022 году были переписки Мистера Биста с его командой И, мол, там прям жуткие-жуткие вещи, оказывается, он говорил и делал Они даже по результатам этого видео обратились в ФБР Мол, там такие вещи Непристойное поведение Мистера Биста И всякие такие прочие дымогательства Ну, пока официального ответа Мистера Биста нет Ну, я думаю, скорее всего, он и не будет Потому что, ну, на первый-то он, по-моему, не отвечал Назвали самый страшный фильм 24-го года Ужасающий 3 Действие происходит, ребят, в канун Рождества Спустя 5 лет после событий приквел Сиена Шоу пытается забыть о своей кошмарной встрече с ним Однако этот клоун, Арт, возвращается Начинает терроризировать ее и других жителей Округа Мэйлс Мечется со своей новой спутницей Одержимой Викторией Хейс Я посмотрел все, вот Ну, как сказать, ребят Я вот в целом, ну, мне не нравятся такие фильмы Где просто так мясо вырубило Никакого сюжета страха нет Паранормальных явлений нет Просто бегает чувак в белом костюме Как или клоун Оно Ну, оно, и то у Оно было какой-то смысл сюжет А тут нет Вот, его зовут Арт Он бегает за людьми И все Этот фильм, ребят, получил 18+, за свои жесткие кадры Некоторые зрители уходили из зала даже Ну, папокс бы не ушел Этот самый билет оплатил, как бы Ну, что, смотреть надо было Новости, ребят, криптовалют Вот, папокс должен вас предупредить Я вам не даю никаких торговых рекомендаций Или что-то такого в плане Типа, а вы покупай, не покупай Вы все думаете своей головой Вот, это просто новость В конце октября классический биткоин Поднялся до 73 тысяч долларов Почти побил рекорд Который был там 3 года назад, 2 года назад Вот, соответственно, сейчас чуть-чуть потихло И они спустились до 69 Ну, и, соответственно, биткоин Это основная такая криптовалюта Из-за нее двигаются разные тоже Эфир, Доккоин, 50-е Они, как бы, практически повторяют движение графика биткоина И, ну, вверх-вниз Компания ActionVenical Engineering создала точную копию Бэтмобиля Из трилогии Кристофа Нолноуна Его анонсировали к 85-летию Бэтмена Ну, то есть, в кооперации с Warner Bros. не просто так из головы решили Там все-таки авторские права 50-е, ну, понял Там 6-литровый двигатель V8 и 525 лошадок Ну, в принципе, нормально А ты помните, там всего было вообще 1500 лошадок? Куда столько-то? Всего у ребят будет 10 штук таких Это штучный экземпляр коллекционный Их будет стоимость 3 миллиона долларов пока что, представляете? Ну, чем, как бы, меньше автомобилей таких будет Чем, конечно, дороже будет Ну, это, блин, экономика же Также это автомобиль не сертифицирован для обычной дороги То есть там такие конструктивные машины, что на ней нельзя будет есть А зачем покупать машины, которые просто в гараже будут стоять, что ли? Парамот анонсировал новую часть очень страшного кино Она выйдет в 25-м году И все будут говорить опять ЧУВАААААК Кто не знает, ребят, очень страшное кино Это такой слайш из 2000-х годов Где они высмеивают фильмы ужасу Вы знаете, когда там фильм ужаса стоит Главный персонаж И сзади него подкрадывается вот этот монстр Или что, он не видит Или Спок стоит прямо рядом с теми Он такой О! Соответственно, уже давно не снимали Потому что актеры уже постарели Но они решили все-таки так Под конец рубаных бабла Шестую часть сделать Ладно, паповец как это самое Как старый человек, ему нравится такой ностальгический фильм Генсуха и Токсик начали встречаться Тот как будто Том-2 Тот собачку Кто не знает, Генсуха это известная стримиша Она про игры стримит А Токсик это такой рэпер Музыкпэ Вот они где-то были сейчас на каком-то мероприятии Их запечатлели, как они за руки держатся Вот и решили, что встречаются В 25-м году выйдет очередная коллекция Лего по мотивам Сумерка Знаете, когда октябрь начинается Вот эта движуха такая Небольшая там осень, пасмурная Они хотят все смотреть в сумерки Потому что это наиболее так по погоде Передает ощущение осени Набор будет называться Дом Калагина Там будут различные пасхалки из фильма Три этажа, в общем все персонажи Но сам чуваржок все пишут, что там не будет кровати Потому что кровать не нужна для вампира Нет, лего настройки хватает кирпичей перебирать На дарьях аукционного дома РМ Соби с молотка ушла секретная коллекция Автомобилей Руди Клайна У этого коллекционера много было автомобилей Соответственно, самый дорогой из них был Назывался Свалка Mercedes-Benz 300 Он, ребят, вышел в 1956 году И всего лишь было 28 экземпляров Этот, ребят, Mercedes специально был создан Для гонщика итальянского Луиджи Чинетти Который трижды выигрывал 24 лимана Гоночные трассы, которые ездят Ну это, прикиньте, да Если автомобиль не столько стоял в гараже Он, наверное, уже заржавел Надо же, что, прокатиться колодки Чтобы свечи самые не разряжались Машины-то любят, чтобы на нее ездили Студия Columbia Pictures Аносировала третью часть Jumanji Она выйдет аж в декабре 26 года Ну ладно, ладно Подождем, ничего страшного, как говорится Да, потому что картина была качественная Кто не знает Это, ребят, такая игра Джуманджи Где персонажи попадают В потусторонний мир И там приключения Там всякие этапы проходят И если ты выиграешь То выбираешься наружу Было, ребят, уже две части отсняты Вот В третьей части также будет Дуэн Скала Джонс Вот Кевин Харт И, ну, все остальные тоже герои Будут также в третьей части Я помню, это игра Сейчас по мультику Джуманджи был, да Помню, после чего приходил Смотрел постоянно Как персонажи из игры Попадали в обычный мир И эти мальчишки-девчонки Пытались их обратно туда В игру спрятать На ВК-видео вышел Третий выпуск Манимик 2 То есть опытные стендаперы Борются с новичками Можешь прийти Поучаствовать В игре даже денежки Там, по-моему, сто тысяч выигрывают Не, я бы сходил, конечно Но нечистый за день Чисто проверить Насколько я там Мощные стендаперы Морис Кстати, теперь мои видео Тоже на ВК есть Так что заходите, смотрите А лайвай называется Подходите, поддержите Пишите комментарии 30 октября Ребят, Apple анонсировала Новый MacBook На М4 Помните, я рассказывал Новый, что как-то так Случайно пораньше Получил высоком этот MacBook Ну, ребята, неудивительно Так бывает, что некоторые компании Рассылают там, допустим Блогерам Или еще каким-то Обзорщикам Пят, все это Продукты чуть раньше Чтобы они как бы подготовились И в день анонса Там уже ажиотаж будет Сам дешевый вариант Будет 1500 баксов В саму дорогой Три двести Ну и все подробные характеристики Не буду рассказывать Техники У нас все-таки Тут техно-блог Кому есть ошибка Ну и вот эти Вы знаете Каждый раз спрашивают А вы, сколько там Оперативный панк А вы, то-се Опять, десято Ну, как практик Покажут, технику Как бы пару лет Надо обновлять Ну, к сожалению Так сейчас заложено Это не как раньше Купил Windows И не надо даже подписку платить Теперь следующая новость Ребят, сначала расскажу Разницу между Ремастером и ремейком Ремастер Это как бы, ну, как бы Ре, по-английски Мастер Просто ты в Лондоне не учился Папка стоит В Лондоне не учился Вот, соответственно Это переделать Восстановить А ремейк Ре-мейк Ну, понял, да? Английский Там переделать Вот, соответственно Ремастер просто улучшает Качество игры Или качество фильма Сериала А ремейк Чуть добавляет И переделывает На новый движок, например Чтобы было более классной графикой Соответственно Вышел ремастер РДР-1 Ну, таких Часто бы входит Он стоит 50 баксов сейчас И все возмущаются Типа Во, что вы Не ремейк сделали А ремастер Ну, ребят Ну, издатели Как захотели Так и сделали Вы к чему догадываетесь Да, вы могли бы Может быть Хотели сделать ремейк Этой легендарной игры Но зафига Если есть вторая часть Уже под новый движок Чисто из-за того Что по сюжетке погонять Тоже как бы странно Тогда лучше было бы Для С точки зрения денег Им сделать третью часть Еще другую Не связанную С этими двумя Может быть Это были Лысые новости Подписывайтесь на канал Ставьте лайки